Здравствуйте, дорогие любители поэзии! Наша студия снова отворяется для вас. Устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь погрузиться в этот несравненный мир. Традиционный поэтический календарь со знаковыми датами и именами этой недели. 1 июля 1896 года родился Павел Григорьевич Антокольский, русский советский поэт, переводчик и драматург. Идем далее. Также 1 июля 1907 года появился на свет Варлам Шаламов, русский прозаик и поэт 20 века, создатель одного из наиболее известных литературных и популицистических циклов о жизни заключенных в советских исправительно-трудовых лагерей в 30-е и 50-е годы. Ну что, друзья, а теперь почитаем их стихи в этой студии. В пути на горную вершину, в пути почти на небеса, Вертятся вслед автомашине, и в облака плывут леса. И через горные пороги, вводя нас умолча в дом земной, Ландшафты грозные, дорога передвигает предо мной. Хребты, сгибающая тяжесть на горы брошенных небес, Где тучи пепельные вяжут и опоясывают лес, Склеты чудищ допотопных шестисотлетних тополей Стоят толпой скалоподобной костей обветренных белей. Во мгле белеющие складки гофрированной коры Годятся нам для плащ-палатки на случай грозовой поры. Все вдруг закроется пожаром, огня дрожащего стеной Или густым болотным паром или тумана белиной. И, наконец, на повороте такая хлынец синева Обнимет нас такое что-то, чему не найдены слова. Что называем снизу небом, кому в лицо сейчас глядим, Глядим восторженно и слепо, и скалы стелются под ним. А горный кряж, что под ногами, могильной кажется плитой, Он вправду склеп, в нем каждый камень унижен небо высотой. Хорошо, сговоримся, посмотрим, что осталось на свете. Пойми, ни надменным, ни добрым, ни бодрым Не хочу я ходить между людьми. Чем гордиться? Чего мне ломаться? И о чем еще стоит гадать? Дело кончено, временем масса, жизнь идет, вообще благодать. Я хотел, чтобы все человечье, чем я жил эти несколько лет, Было твердо оплаченной вещью, было жизнью, а этого нет. Я мечтал, чтоб с ничтожным и хилом раз в году пировала гроза, Словно сам громовержец эсхилом, но этого тоже нельзя. Спать без просыпу? Музыку слушать? Бушевать, чтобы вынести час? Нет, как можно смирнее из суши, Красноречью у камня учась. На прошлой неделе наша страна перенесла большую потерю. 26 июня не стало Андрея Дмитриевича Дементьева, советского и российского поэта, радио и телеведущего, также известного как поэт-песенник. Член Союза писателей СССР, почетный член Российской Академии Художеств. Андрей Дементьев родился в Твери 16 июля 1928 года, окончил среднюю школу номер 6 в 1946 году. Начал литературную деятельность в 1948 году стихотворением студенту, напечатанном в пролетарской правде, город Калинин. С 1949 по 1952 года учился в Литературном институте имени Горького. Член ВКПБ с 1950 года. Литературный сотрудник отдела сельского хозяйства Калининской правды. Заведующий отделом комсомольской жизни областной газеты «Смена». Член Союза писателей Советского Союза с 1959 года. Инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. С 1967 года он проживает в Москве. Был редактором отдела поэзии издательства «Молодая гвардия». Заместителем главного редактора, а затем главным редактором журнала «Юность». В начале 90-х, как многие представители московской интеллигенции тех лет, он уехал на ПМЖ в Израиль, где находился до конца 90-х годов в Тель-Авиве. В 1997 году по приглашению тогдашнего председателя ВГТРК Эдуарда Сагалаева был назначен на должность директора ближневосточного представительства РТР в Израиле. Отозван с этой должности в 2000 году после публикации в московском комсомольце стихов, обличающих российских чиновников. Позднее в интервью той же газете раскритиковал методы управления нового председателя ВГТРК Олега Добродеева. В 2003-2006 годах был ведущим программы «Народ хочет знать» на телеканале ТВЦ. Также вел авторскую программу «Виражи времени» на Радио России с 18 августа 2001 года и до кончины. Последний эфир передачи прошел 23 июня 2018 года. Андреем Дементьевым издано более 50 книг-стихов, не считая многочисленных сборников избранных и лучших стихов разных лет. В 2010 году поэт и его стихи стали связующим звеном новелл в киноальмонахи в провинциальной истории тверского режиссера Дроздова. Андрей Дементьев автор слов «Гимна города Твери». В начале июня 2018 года появилась информация о госпитализации Дементьева в Боткинскую больницу. Однако его жена Анна Пугач заявила тогда, что поэт просто простыл, поэтому было решено для профилактики положить его в больницу. По словам супруги, вскоре его выписали, и он чувствовал себя хорошо. Поэт скончался 26 июня 2018 года на 90-м году жизни в первой городской больнице в Москве от осложнений после простуды. Прощание с поэтом состоялось 29 июня 2018 года в концертном зале имени Чайковского в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище рядом с сыном. Андрей Дементьев один из известнейших советских поэтов второй половины 20 века. Диапазон его творчества от новелл о Михаиле Калинине до текстов к широко известным лирическим песням советской эпохи «Аленушка», «Лебедина», «Верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и многих других. Песни на его стихи исполнялись Евгением Мартыновым, Софией Ротару, Львом Лещенко, Иосифом Кобзоном, Валентиной Толкуновой и другими популярными артистами. В своем творчестве Дементьев утверждает идеалы романтики, гуманизма и сострадания. Книги Андрея Дементьева, лирика, «Нет женщин нелюбимых», «Виражи времени», «Избранная», «Я живу открыто» «У судьбы моей на краю» выдержали не менее 40 изданий, общий тираж которых превысил 300 тысяч экземпляров. Стихи поэта переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский, болгарский, румынский, хинди и другие языки. Книги Дементьева вышли в Азербайджане, Узбекистане, Грузии, Болгарии и других странах. Сегодняшний выпуск мы посвящаем светлой памяти этого выдающегося поэта. У нас с тобой межвозрастной конфликт. Не помогли ни свечи, ни подкова, И жизнь моя, как современный клип на музыке, звучащей из былого. Но от твоих мелодий я оглох, как ты от тишины исповедальной, Мы вышли из враждующих эпох на встречу со враждой индивидуальной. И примирения нам не суждены, кто океан, а кто глухая дамба. И в этой драме нет моей вины, а уж твоей здесь нету и подавно. Но я тебе ни в чем не уступлю, и ты, наверное, тоже не уступишь. Прости, я независимость люблю намного больше, чем меня ты любишь. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечастых. И сколько бы ни миновало лет, Случается учительское счастье из наших ученических побед. А мы порой так равнодушны к ним. Под Новый год не шлем им поздравлений, А в суете или попросту из лений Не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами И радуются всякий раз за тех, Кто снова где-то выдержал экзамен. За мужество, за честность, за успех. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить, Как записку из прошлого, Грусть свою скомков, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, Или о том, что случиться не может уже, Лишь бы озеро вашей души не мутилось, Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, Если даже за все вам усмешка в ответ Кто-то в гений выбился, Кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы. Я жить без тебя не могу. Я с первого дня это понял, Как будто на полном скаку Коня вдруг над пропастью поднял. И я без тебя не могу. Я столько ждала, я устала, Как будто на белом снегу Гроза в мою душу застала. Сошлись, разминулись пути, Но он ей звонил отовсюду И тихо просил, не грусти. И тихо я слышалась, буду. Однажды на полном скаку С коня он свалился на съемках. Я жить без тебя не могу. Она ему шепчет в потемках. Он бредил, но сила любви Вновь к жизни его возвращала. И смерть уступила. Живи. И все началось сначала. Я жить без тебя не могу. Он ей улыбался устало. А помнишь, на белом снегу Гроза тебя как-то застала. Прилипли к снежинке к виску И капли росы на ресницах. Я жить без тебя не смогу. И значит, ничто не случится. Чтобы сердце минувшим не ранить И не сжечь его поздним огнем Не будите уснувшую память Оживите сегодняшним днем Вас судьба одрила любовью Осенила волшебным крылом Не гадайте, что ждет вас обоих Оживите сегодняшним днем Как прекрасно двум родственным душам В целом мире остаться вдвоем Не терзайтесь былым И грядущим Оживите сегодняшним днем Я ненавижу в людях ложь Она у всех бывает разной Весьма искусной или праздной И неожиданной, как нож Я ненавижу в людях ложь Ту, что считают безобидной Ту, за которую мне стыдно Хотя не я, а ты мне лжешь Я ненавижу в людях ложь И очень я душой страдаю Когда ее с улыбкой дарят Так что сперва не разберешь Я ненавижу в людях ложь От лжи к предательству полшага Когда-то все решала шпага А нынче старостильней Гош Я ненавижу в людях ложь И не приемлю объяснений Ведь человек, как дождь весенний А как он чист, апрельский дождь Это была программа Стихия на телеканале Археист 24 Любите поэзию и читайте Хорошие стихи И еще смотрите нашу передачу До свидания Редактор субтитров А.Семкин